Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию обзоров палаток, блиц обзоров. Когда палатка не принадлежит ни клубу, ни кому-то из наших, когда мы можем просто попросить разрешения у владельца и совсем ненадолго рассказать самое главное, что необходимо об этой палатке. И вот сейчас я буду рассказывать палатки, которые вроде бы и не нужно рассказывать, потому что это Sol Gale и я даже думаю, что эта китайская палатка уже, наверное, не продается. Это, в общем, достаточно старая модель. Но здесь есть нюансы. Давайте в двух словах сначала скажу, что это за палатка. Эта палатка Sol Gale двухслойная, самостоящая или самонесущая, как иногда говорят, весит около 3 килограммов и сделана по хорошей, очень хорошей конструкции, которая нам известна по другим палаткам и прежде всего по палаткам Normal, о которых у нас был подробный обзор. Какая конструкция? Здесь две дуги перекрещиваются в двух местах и они образуют достаточно хорошую, упругую конструкцию и за счет того, что две дуги вынесены, вот вверх дуги вынесены, образуется удобный тамбур и тамбур где-то порядка 70 сантиметров. Внутри на каждого из участников эта двухместная палатка 60 сантиметров и немножко о данных. Это 3000 миллиметров водостойкость ткани, 5000 миллиметров дна. Замечу, что здесь дно сделано из ткани, а не из терпаулинга и собственно все, что они еще можно сказать на первый взгляд. А дальше мы начинаем разбираться. Есть такой класс палаток, это в том числе там фирма Trump или Sol и еще целый ряд фирм, которые делают вполне традиционные и может быть даже интересные конструкции. При этом у них или металлические дуги и тканевое дно, или только тканевое дно, или только металлические дуги, то есть как бы повышенное качество, но при этом очень доступная цена. И эти палатки, почему я вообще о них рассказываю? Потому что очень часто меня про такого типа палатки спрашивают и неоднократно и говорят хорошие ли это палатки. И я всегда думаю, вот с точки зрения конструкции, да, и даже может быть металлические дуги, но здесь фиберглаз, да, но это дешевый Китай и от того, что он сделан с металлическими дугами и тканевым дном, он не перестает быть дешевым Китаем. Давайте сначала посмотрим на места крепления дуг к дну и к тенту. Видите, хозяин палатки вынужден был тут какой-то огород городить, потому что вот эта втулка, она уже не не может вместить туда вот эту вот скобу. Сюда штырь вот этот вставляется, там уже все сломалось и здесь какая-то веревочка, которой вот это все должно совмещаться. И уже на это кольцо не поставить оттяжку самого тента, и вы соответственно вынуждены ставить сюда вот здесь уже стоит три кола. И все равно эта конструкция вся ползет, смотрите. Да, то есть узел дешевый может в любой момент сломаться, да, тем более вот тут резинки такие. Это совершенно бюджетное решение. Но самое важное, это ткань. В действительности, когда эту палатку покупали, она была яркого синего цвета. Посмотрите, как она сейчас выгорела. Она светло-светло-синяя такая. Явно со следами выгорания, со следами того, что ультрафиолетовое излучение нанесло ей определенный вред. Кстати, посмотрите, здесь тоже такая же фигня с углами и какие-то веревочки уже наколхожены тоже. Видите, потому что нормально угол не встает. Вот, ну ткань. Вот давайте перейдем к палатке фирмы Нормаль совершенно такого же формата. Следов выгорания фактически нет, хотя палатка стоит в наших экспедициях по 50-60 дней в год. Человек активно ездит. Это Таня Родионова, ее палатка. А палатку эту Таня Родионова взяла у папы, который, собственно, приходил к нам в клуб и он является руководителем группы туризм без выпендрежа. И вот давайте посмотрим ее укрепление углов. Во-первых, здесь металлическая скоба. Вот видите, вот это металлическая, вот сейчас я отковыряю. Вот она, да, то есть здесь металлический, здесь не фиберглассовые дуги, а пластик с металлическим сердечником. Он не ломается. И вот-вот, посмотрите, какое крепление. Простое и ясное. Никакого колхоза за много лет здесь не появилось. Я так понимаю, что вот это тоже можно сюда нацепить. И все. Возвращаясь к палатке СОЛ, ну давайте посмотрим, что там внутри. Ничего особенного. Да, здесь хорошая история. Здесь вот тканевое дно. Дублируется сетка, вход. Внутри достаточно места для полутора человек. Хорошая вентиляция со всех сторон. Два входа. Меня часто спрашивают, вот показывают такую палатку. Говорят, а что вы про нее думаете? Я отвечаю, конструктивно хорошая. Если влезать в детали, да, она дешевле. Но становится ясно, за что вы платите меньше денег. Не то, чтобы я сказал, не берите такие палатки. Да нет, ну если у вас не хватает средств, а нужна именно такая схема, берите. Почему нет? Но когда вы будете ее эксплуатировать, имейте в виду, что вылезают косяки, вылезают проблемы и с тканью, и с узлами крепления, и многие-многие другие. Может с молниями полезть. Просто потому что, но она все равно остается бюджетным Китаем. Вот такая история. До встречи в поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова